Только мы перевернули календарь, а Красноярск становится с каждым днём всё лучше и лучше. Сегодня, 5 сентября, состоялось официальное открытие парка для выгула собак в сквере Казачьем. Тема мест для выгула собак в Красноярске остаётся актуальной уже не первый год. Собаки пугают маленьких детей, не все красноярцы убирают за своими питомцами. Именно поэтому специальные площадки являются хорошим местом для комфортного и безопасного отдыха собачников. Жители советского района держат домашних животных в большом количестве, любят животных. Поэтому были многочисленные обращения. Департамент городского хозяйства услышал нас. То есть мы транслировали эти обращения в департамент горхозяйства для того, чтобы на территории района, вот в частности в сквере Казачьей, появилась площадка для выгула животных. Чтобы обустроить площадку для выгула, требуются слаженные действия нескольких инстанций и помощь профессиональных кинологов. Они ежедневно контролируют ход строительства участка и принимают важные решения внешнего облика территории. Мы совместно с администрацией города, совместно с подрядчиками выезжали на каждый адрес тех площадок, которые должны появиться в этом году. И смотрели, как расположить снаряды кинологи, все тестировали на своих собачках, все проверяли, чтобы это все было комфортно. Смотрели, что заменить по опыту уже прошлого года. Вносили какие-то коррективы, которые было возможно внести уже на этапе благоустройства. И вот, собственно, получили то, что получили в этом году. По словам кинологов, площадка полностью безопасна для занятий с животными и протестировать снаряды может любой желающий. Мы сейчас собственными руками попробуем немножко поупражняться с собакой. Нам в этом помогут. Итак, наша задача просто бросить, да? Не бросим, он поймет, что он с вами... Ага, все. Так, и я его вот так посылаю. О, о, ху-ху-ху-ху-ху-ху. Так, так, и опять, опять. Так, а вот мне понравилось вот это упражнение. О, вот, вот так. О, еще обойди, обойди. Ой, супер. Ой-ой-ой. А теперь самое интересное. Давай. Перцик. Оп, оп, оп. Умочка. Опа. И бежим, 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 бежим. Бежим, 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 бежим. Так, так, так. И сюда, 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 сюда. Опа. Умочка. Собакам очень важно общаться без поводка, особенно в момент взросления. Ну, там прямо, как сказать-то... То есть собака тогда правильно формируется и психологически, и физически. И у владельца, у горожанина, у него должна быть возможность находиться где-то законно. То есть, сейчас вот принят закон, там написано, что в парках гулять нельзя, да. И вот начинается, можно в парках гулять, нельзя в парках гулять. Что является выгулом, что не является выгулом. У владельца собаки, как у горожанина, должно быть пространство, в котором он чувствует себя законно, в котором он законно собаку может отпустить бегать без поводка, но тоже на определенных условиях, в котором он может находиться законно, чтобы ему было там удобно и комфортно. Найти площадку для законного и безопасного выгула своего питомца в Красноярске можно через официальный телеграм-бот «Лапа-исследователь». В нем красноярцы могут найти ближайшие места для прогулки собакой, а также предлагать места для установки новых. На данный момент в городе всего 23 благоустроенные территории. По словам главы администрации советского района, предположить, сколько площадок может появиться в следующем году пока сложно, но то, что их будет больше, в этом сомнений нет. Никита Иншаков, Вячеслав Кебиков, ТВК.